Я приветствую всех вас, дорогие, уважаемые и добрые мои подписчики, верные, любимые друзья, а также неравнодушные граждане нашей страны, да и всего мира. С вами я, общественный деятель, блогер Юриэль, тоже неравнодушный молодой парень, как и вы все. Переживаю за всё происходящее, за то, что сейчас происходит, за Украину. Ну, вот сейчас смотрю такие жуткие кадры, ну, честно говоря, мне очень больно, потому что никогда такого в жизни я ещё не видел. Ну, по крайней мере, не припоминаю за всю свою сознательную жизнь, чтобы подобное случалось. Ну, вот, как видите. И желаю, чтобы война закончилась, и чтобы, наконец-таки, всё стало на свои прежние места, чтобы мы, наконец-таки, победили коронавирус, и чтобы экономика пошла, наконец, в гору. Ну, в смысле, как это правильно сказать. Вот, извините, я немножко плоховато себя чувствую, тяжеловато дышать, поэтому не обессудьте. Но, знаете, как ещё говорят новости, что в отношении нашей страны введены санкции. И одна из таких санкций, то, что компания Apple ввела ограничения, какие? Приостановила поставку своих товаров, своей продукции, айфонов, айпэдов, там, ну, различного рода аймаков, то есть, вот эти, мониторов, компьютеров и аксессуаров. Я сейчас вот захожу в M-Video, Eldorado и DNS, вообще нету никакого устройства Apple. Даже этих, знаете, шнурков, ну, официальных вот этих, обычных, фирменных шнурков Apple нету. Всё, такое ощущение, или раскупили, или это всё, на это всё наложили вето, то есть, временное ограничение. К сожалению, не говорят о том, до какой поры это всё будет продолжаться, ну, сказали, наверное, примерно месяц, может быть, два. До тех пор, пока не прекратится вот эта война на Украине. Вот, и, честно говоря, у меня такая, знаете, тревожность по этому поводу. И сочувствую тем людям, которые хотели бы приобрести данное устройство, однако, вот, их желания, их планы просто оборвались. Я надеюсь, что это всё закончится, потому что люди тоже хотят жить, хотят радоваться жизни, хотят получить себе что-то такое, ну, интересное, да, какой-то гаджет, особенно дети. Ну, печально, честно говоря, мне очень жалко. Но, знаете, мне очень обидно, что в нашей стране очень много людей, которые радуются чужому горю. Вообще, любой неприятности, которая случается у другого человека. К сожалению, это часть, ну, особенности менталитета некоторых людей, наверное, не только россиян, но и вообще проживающих в любой точке земного шара. Понимаете, в любой национальности, в любой стране есть свои, так скажем, как это сказать, в семье не без урода, да. Но, понимаете, обидно, когда в такое тяжёлое время, вот, когда новость эту написали, что Apple пока ограничила поставки сюда, сколько комментаторов, которые начали писать, что, ну, вот, всё там, вот эти любители Apple или Ябла, Ну, как вот называют их, теперь, ну, так сказать, затрепещут, или как там, что вот, как теперь инстасамки будут жить там, или как теперь любители огрызков будут жить с этим горем. Ну, то есть люди начали просто смеяться над вот этими... Ну, конечно, трагедию это не назовёшь. Конечно, это временное явление, это... Я тоже считаю, что переживать из-за этого тоже не стоит, да. Но, вот я обращаюсь к тем, кто пишет такие злорадные комментарии. Вот научитесь, пожалуйста, уважать чужую собственность. Научитесь уважать чужие желания. Да это даже не чужие желания, это желания ваших ближних, то есть ваших братьев. Как вы можете вообще радоваться тому, что тот или иной человек лишился возможности купить, допустим, какой-то iPhone? Понимаете, как можно радоваться тому, что теперь взлетели, подскочили цены на какие-то устройства, или вообще на продукцию какую-либо в целом, там, на хлеб, на сахар даже, вот так. Как можно вообще, ну, над этим смеяться? Проявляйте хотя бы малость, хотя бы небольшое сочувствие. Потому что сейчас очень сложное время, война, коронавирус, кризис. Научитесь, пожалуйста, чтить желания другого человека, даже если вы считаете, что эти желания какие-то неправильные. Хотя никто не давал права вам судить, правильно или неправильно хотеть купить себе iPhone, или iPad, или там, ноутбук от компании Apple. Это личное дело каждого. А если вы завидуете, ну так извините, пожалуйста, кто вам в этом виноват? Поэтому, прежде чем такое писать, вот я обращаюсь к вам, подумайте, 10 раз стоит ли такое писать. Может быть, в такой ситуации лучше посочувствовать тем людям, которые, ну, тоже, может быть, хотят, знаете, ну, так скажем, прожить жизнь. Понимаете, жизнь это очень ценный дар, и надо прожить его, ну, как бы на всю катушку. Желательно, чтобы больше было позитивных впечатлений. Кто-то живет тем, что радуется жизни, покупая себе какие-то гаджеты, понимаете? Ну, пускай даже на последнюю зарплату, пускай даже в рассрочку берет на 5 лет. Ну, не ваше дело. Зачем вы вот смеетесь, да, с таким лицом, там, пишете в комментариях. Нельзя так делать. А потом, я вот так вот скажу, вот, а при чем здесь вообще компания Apple? Разве компания Apple виновата в том, что правительство Америки спровоцировало вот этот военный конфликт на Украине, то, что устроило вот эту всю заварушку? Разве компания Apple в этом виновата? Компания Apple, в отличие от правительства Америки, которая только стравливает все народы, она, между прочим, созидает, она создает устройства, которые помогают нам лучше жить. И, кстати, у них очень много экологических программ, в том числе она помогает больным со СПИДом, потому что часть вырученных средств, она, как со своих налогов, вообще добровольно, ну, делает пожертвования онкобольным детям. Больным коронавирусом, сколько она уже помогла. Много ли вы знаете российских олигархов, которые занимаются благотворительностью? До хрена с два. Их практически нет. Я, по крайней мере, таких вообще не слышал. Покажите мне, если они есть. Давайте, напишите, кто у нас олигарх или бизнесмен, который занимается тем, что помогает нуждающимся в чем-либо детям, инвалидам, сиротам. Их нету. А в Америке, в Европе они есть, и их очень много. И поверьте, компания Apple уж точно не виновата в том, что Америка начала войну на Украине. Поэтому вы включайте мозг, включайте логику. Она, вот, голова вам для того, чтобы думать, прежде чем писать такое. Это то же самое, представляете, да? Если бы, допустим, я жил в Америке, да, к примеру, ну, неважно где, и продавал свои картины, допустим. И у меня бы их покупали миллионы людей по всему миру. А потом наше правительство, допустим, напало на какую-то страну, и все. И теперь ввели ответные санкции. И что получается, у меня нужно перестать покупать вот эти картины только потому, что правительство страны, в которой я живу, там, допустим, устроило какую-то войну. Но это бред же, правда? Я-то не виноват в этом. И так же, как компания Apple не виновата в том, что правительство Америки устроило вот это вот, вот это кровопролитие. Самое настоящее. Может быть, это те, кто сотрудники этой фирмы, они, может быть, и в корне не согласны с американским своим правительством, то, что они делают на Украине. Откуда вы знаете? Ну, так вот, дорогие друзья, пишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Понимаете, что сейчас это все сказывается на жизни простых людей. Никому не нужна война. Я хочу, чтобы война кончилась как можно скорее, чтобы люди наконец-таки жили лучше, чтобы наконец-таки кончился вот этот весь кризис. До встречи, до скорого. Нет войне. Вместе мы с силой, мы победим.